Всем добрый день! Мы с вами находимся на полевом городе в Краснодаре. И сегодня мы с вами поговорим о хлопковой совке и методах ее мониторинга. Хлопковая совка – это многоядный вредитель, который повреждает массу культур, например, кукурузу или подсолнечник. Но есть очень удобный способ ее мониторинга – это феромонные ловушки, то есть отлов самцов на феромон. Но всегда возникает вопрос, в какой же момент нужно поставить феромонную ловушку в поле, чтобы отследить вредителя? В этом помогают нам суммы эффективных температур. Но при этом возникает еще один вопрос – как же их посчитать? Компания Сингента совместно с Крупвайс разработала модель для подсчета суммы эффективных температур. Эта модель показывает, когда же нужно поставить эту феромонную ловушку в поле по сигналу. Феромонная ловушка выглядит таким образом, ее нужно установить в поле культуры, которая вас интересует. В данный момент в Краснодаре у нас на поле набрана сумма эффективных температур, при которых уже следует устанавливать феромонную ловушку. Устанавливать можно любым способом, как вам удобно. Например, вот на такие площадки. Для совки высота не имеет значения, поэтому ее можно поставить на любую высоту. Вы также можете в Крупвайс попробовать отследить сумму эффективных температур для вашего конкретного поля. Ловушка у нас уже стоит, и мы поймали бабочек в ловушке. То есть, лед первого поколения уже начался. Давайте посмотрим. Итак, мы с вами видим наших бабочек хлопковой совки в феромонной ловушке. Как правило, для кукурузы первое поколение хлопковой совки не наносит сильного вреда. Но если у вас ранние томаты, то вам следует уже обратить внимание на необходимость проведения первой обработки. Мы будем вас весь сезон оповещать о том, как работают наши модели в системе Крупвайс, и что у нас происходит в поле. На этом все.